Есть ли в республике общественные организации, финансируемые иностранцами? Какие основные нарушения выявляются в ходе проверок? Эти и другие вопросы обсудили сегодня в управлении Минюста Карачаева-Черкесии. В ведомстве подвели итоги работы за 2016 год. В ходе пресс-конференции представители руководства ведомства ответили на вопросы журналистов республиканских СМИ. Подробности у Али Баташева. В республике 717 некоммерческих организаций, свыше 300 общественных объединений, отметила заместитель начальника управления Министерства юстиции России по Карачаево-Черкесии Татьяна Калашникова. Наиболее частые ошибки, которые выявляются в ходе проверки НКО, это подача недостоверных сведений об общественной организации. Первое – это истечение срока полномочий руководителя. Второе – неформирование собственной структуры. Вот это главные и основные ошибки, которые они допускают. Мы выносим предупреждение, мы даем срок для устранения. По истечении этого срока, если организация не исполняет наши требования, мы составляем административный протокол за неисполнение нашего предупреждения. Если она опять не реагирует, мы готовим исковое заявление о ликвидации такой организации. 7 апреля представители Минюста участвовали в съезде Совета организации «Совет старейшин черкесского народа». В 2015 году по поручениям прокуратуры Минюст уже проводил проверку этой организации и выявил нарушение. В результате выезда по месту регистрации организации установлено, что по данному адресу организация не располагается. Это 15-й год. В организации отсутствует положение о местных отделениях. В нарушении нормы закона уставом организации не определена компетенция президиума, порядок его образования, не установлено периодично заседание президиума, его количественный состав. Несмотря на предупреждение Минюста, организация выявленных нарушений не устранила, отметили в Минюсте. При несформированных первичных отделениях, при нелегитимности избранных делегатов избирается на новый срок руководителя организации. При всех этих нарушениях мы делаем вывод, что избрание уважаемого Тамазова Анатолия Хусиновича на новый срок нелегитимно. Были ли в республике случаи выявления иностранных агентов, которые под видом общественной организации занимаются сбором информации, интересовали журналисты. Да, короче, Черкесская общественная организация – союз молодых политологов. Она отнесена к иностранному агенту. На сегодняшний день организация находится в стадии ликвидации. Она приняла решение о добровольной ликвидации. Мы мониторим ее деятельность. Имеют ли общественные организации право призывать людей к массовым несанкционированным митингам и акциям протеста, заявлять об этом через средства массовой информации? По словам замначальника управления, действующее законодательство на этот вопрос имеет однозначный ответ – не имеет. И управление юстицией будет и впредь строго следить за любым нарушением закона и своевременно реагировать. Али Баташев, Аслан Баташев, Вести Карачаева, Черкесия.